В Магнитогорске продолжаются капитальные ремонты многоквартирных домов. Планируется выполнить 1862 вида различных работ, общая стоимость которых примерно 821 миллион рублей. Революционные призывы прошлых лет не платить за капремонты постепенно сходят на нет. Судите сами. Если собираемость денег на эти нужды в прошлом году составляла 67-68%, то в этом году есть небольшая положительная динамика. Свою финансовую лепту в капремонт внес 71% жителей города. Подробности в сюжете моей коллеги по стыде. На своих экранах вы видите ремонт 119 дома по улице Кирова, что в районе Березок. Эти дома были построены в 40-х годах и, по словам жильцов, никогда не подвергались капитальному ремонту. Житель одной из квартир Екатерина Соколова с ужасом вспоминает, как однажды в ее ванной от потолка отвалился кусок балки, и еще долго молодая мама купала своего ребенка в ванночке в комнате. К капитальному ремонту своего дома женщина не нарадуется. К работникам подрядной организации относятся с благодарностью. Претензий к ним нету. Мусор убирают за собой. То есть проход всегда свободный, чтобы выйти, чтобы удобно, чтобы детишки гуляли. Площадка. Как бы молодцы. Очень рады, что наконец-таки у нас все-таки Березки будут похожи немножко на город. Уважение к подрядчикам не просто акт вежливости. Дом старый, ремонт сложный и небезопасный. Например, на крыше нужно поменять половину стропил и столько же опор. Все перекрытия очень гнилые. По крыше нужно ходить очень, скажем так, прям чуть ли не на цыпочках. Мы вложим лаги, потому что перекрытия все очень ветхие. И есть вероятность, что мы элементарно, когда монтируем крышу, можем провалиться. Фасад тоже вы можете видеть, что, допустим, у меня в смете заложено, что я обдираю 50% штукатурки ремонтирую. А здесь придется, как вы видите, чуть ли не весь обдирать. Потому что штукатурка вся обсыпается. Чтобы ремонт был качественный, штукатурка простояла достаточно долгое количество времени, нужно практически все под ноль обдирать до камня. Ремонт кровли 119-го дома обойдется в 677 тысяч рублей. Соседнего 121-го дома почти в миллион. Зато потом дома смогут простоять еще четверть века. Также здесь обновят системы холодного и горячего водоснабжения, электрику и фасады. По 2017 году по Магнитогорскому округу в рамках работ по капитальному ремонту запланировано у нас 1862 вида работ на общую сумму 820 миллионов 852 тысячи 364 рубля. Из них 1067 видов работ – это капитальный ремонт внутренних инженерных систем, 453 вида работ – общестроительную. Также в рамках программы капремонта в Магнитогорских домах заменят 342 лифта на сумму свыше 644 миллионов рублей. Суммы на обновление жилого фонда в 2017 году значительно выше по сравнению с прошлым. Так, в 2016 году на капремонт было потрачено 305 миллионов рублей.